Диана и Богдан В их копилке есть награды за третье, вторые и первые места на различных соревнованиях. Когда я первый раз пришла на тренировку, я ничего не понимала, но мне трениры начали объяснять, и скоро мне понравилось, и я начала ходить. Когда я пришла на первую тренировку, я поняла, что это мое, я думала, что у меня хорошо получается, и все получилось. Возрастного ценза для занятий акробатическим рок-н-роллом практически нет. Сейчас в подмосковных парках стартует проект, где каждый желающий бесплатно сможет научиться основам буги-вуги, в том числе и представители старшего поколения. Высокие достижения на чемпионатах Европы и мира показывают спортсмены, которым уже за 40. Но чтобы достичь хороших показателей в спорте, заниматься нужно начинать как можно раньше. У нас сложная ритмика, быстрый темп, и дети в более младшем возрасте просто еще не могут физиологически это воспринять. А вот с пятилетнего возраста уже, да, это вполне себе такой возраст приемлемый, когда детки начинают слышать музыку и уже физически могут исполнять те движения, которые, ну, как минимум в базовой технике требуются нашего вида спорта. Для успешных занятий нужны определенные способности. Хорошая растяжка, силовые и скрасные качества. При этом, как отмечают тренеры, особых секретов в обучении акробатическому рок-н-роллу нет. Нужно просто понимать правильно технику, правильно ее ставить, начинать как бы с детства, с детства правильно готовить спортсменов, от простого к сложному, и тогда будет результат. На Кубок Московской области по акробатическому рок-н-роллу, который прошел в Одинцове, приехали более 700 спортсменов в возрасте от 6 лет. Есть и постоянные гости из Твери, Калуги, Москвы. А две пары одинцовских спортсменов, которые также принимают участие в соревнованиях, собираются в Казань. Они представят Подмосковье на Спартакеаде России, Ваклас Микс и Буги-Вуги. Это очень почетно, престижно, но и очень ответственно. Так что мы 5 июня едем на Спартакеаду, который пройдет в город Казани. Надеемся на хорошие результаты, на хорошие места. За всю Московскую область отвечает именно Одинцова. Соревнования Кубка по акробатическому рок-н-роллу проходили в течение всего дня и завершились парадом финалистов и итоговыми выступлениями по основным конкурсным дисциплинам. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова